Вот такие блокпосты у нас здесь. Это что за город? Лисовичи? Обалдеть. Как военное время. Вот вам и коронавирус несуществующий, ребята. Это бред, конечно, все полные. А вот такой блокпост. Сюда поехали. Это Вася вообще бред. Вот он контрольный. Ну не знаю. Он проезжает с кота. Добрый день. Масочки есть, здоровье? Не, не, не. Обалдеть. Как сейчас я его сплю? Ну, попробую видел, посрался. Снимайте. Вот такие ребята дела с коронавирусом в Украине. Это мы... Буквально два дня такое началось. До этого не было. И блокпостом ничего, все было сквозное. Пролетаешь и все. А сейчас прям все серьезно-серьезно. Битты выставили блокпост реальный с бетонных плит. Останавливают и проверяют, что были маски. Что такого, короче. Вот это да. Вот это вам точно не фейк уже. Тут уже не поспоришь. Ажиотаж такой делают на экономику. Страшно, что ужас. Едем дальше. Дальше вроде поспокойнее пока мы подъехали. Тут еще сейчас будет небольшое село. Может быть там вот после чего будет. Короче, в каждом городе выставляют. Мы у себя в городе знали, что он есть. Объехали, типа, ну, напоролись на другой и в другом городе. Ну, ничего такого. Просто люди останавливают и проверяют маски. И домахиваются ни до чего больше. Хотя у меня номера американские. Ни одного вопроса. Просто есть маска, нету. Все, поехал дальше. Вообще ситуация до сегодня с коронавирусом, в принципе, сильно заметна не была. Кроме того, что люди носили маски. И стало меньше людей на дорогах. Так свободно все передвигались. И многие люди просто не верили в это все дело. Но оказывается, даже достучаться до тех, кто не верит. Посмотрим сейчас, что будет в машине. Заезжаем, едем набирать водичку на родник. Вроде бы родник открытый, магазины продуктовые открыты. Все банки и все там заведения, что не касается продукции, но пищевой, все закрыто. Или подожди, банки закрыты тоже, да? Да, банки закрыты. Аптеки и продуктовые магазины только открыты. Я думаю, вот эти посты, они и на Моршин, и Аждастрия, скорее всего. Какие-то машины по поездке там? Распространяются. Я не думаю, что Моршин отдельно они закрыли. Конечно, да, мы поездили на Моршин. Ты давай? Да, я бы не знал. Все, мы посмотрим. Заезжаем на родничок. Паптичный день. Здесь у нас АТБ. Надо будет зайти туда. Сегодня погода, ребята, плюс 25 уже, наверное. Надо во дворе хотя бы у себя пожарить кого-нибудь шашлычка. Чтобы зря день не прошел. Да, людей на роднике, но по-то и человека стоит. Вообще не было. В родниках находятся, а его плохо видно, конечно. Но людей немного. Машин больше, чем людей. Все в масках, короче. Все зашуганные, бедные. В общем, печальное зрелище, ребята. Такая погода, такая весна, такая хорошая. И вот такое творится, представьте, да? Можешь, надо надо себе в бляшку вот эту добавить. Ну да, да можно. Да поляну возьмем. Поотменяли нам все эти, как их, назначенные встречи. Что не могу ни собеседование поехать, ничего. Но следствие за день отменили до собеседования из-за коронавируса нам встречу в Киеве. Так что сейчас ждем, не знаем, когда это все дела возобновится. В Моршине народу галляк просто. Набираем водички. Тут в основном толпа. Давай, забираем. Так, набрали две последние бутылочки. Идем в магазин. У Леси вирусы. То на лбу, то на подбородке. В общем, чтобы вы понимали, в такой прекрасный день здесь бы пройти негде было в этом городе. Но на самом деле здесь достаточно пусто. Вон он, Биуэт, где вся лечебная водичка. Туда люди ходят с отелей попить воды. Но в данный момент все пусто. Небольшая очередь людей здесь набирают родниковую водичку. Вот мы набрали. На неделю нам хватит. Сколько тут? 18 бутылок, наверное, да? Вот. Сейчас заедем в магазин. И домой прямиком. Решили сегодня хотя бы какой-нибудь курочки в ЭТБ купить. Дома, позарить во дворе. Потому что на улицу выходить нельзя. Парки закрыты. Все общественные места закрыты. Никогда не видел Моршин именно вот таким вот пустым. Там всегда дети, всегда. Короче, народ. А сейчас вот так вот. Пойдем запустим дрон. Посмотрим, как ситуация сверху. Если тут можно, конечно. Пойдем в центр, сходим пешком туда. И доставай. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Такие вот красивые места и не души Две души идут, да, какие-то? Чтобы вы понимали, конечно, в сравнении, как тут было и как сейчас есть, большая разница Мармуровый палац, Марморный дворец Все банально, вот так вот смотрится морщин сверху Так, заедем в эту Бшку Единственный магазин 24 часа в сутки Ну, в общем, магазин людей так себе Все скупляются И мы тоже Набрали Кашку малому Ну и по мелочке Такая небольшая корзиночка Всего по чуть-чуть 100 долларов Да Если кто думает, что в Украине дешево, то это неправда Ну что, в общем Прокатились городок Под названием Мошин Набрали водички Посмотрели обстановку окружающую Выглядит все, в принципе, нормально Сильно никто не паникует Да, стоят блокпосты, проверяют масочки Но это такие федеральные законы Они уже должны исполняться А так-то, видно, люди и на огороде копаются И сажают овощи А то, кто его знает, что дальше будет Сейчас снова будем через блокпост проезжать Потом еще один в Балехове блокпост А потом уже дом Ну а каково ваше мнение, ребята? Думаете, серьезно это все? Или фейк? Насчет вирусов? Смотрится как обычный сезонный грипп В общем, не знаю Я просто не видел никаких жертв Никуда так сильно не выезжал Но по больницам Ну вот в интернете смотришь Доктора уже выкладывают видео Ролики со своих больниц Где они работают И все твердят одно и то же Что больницы сейчас Терпят реальный минус Никто еще не зарабатывает Потому что больницы пустые Клиентов нету По крайней мере я видел с Испании доктора С Италии Даже с Америки Все говорят все спокойно А новости говорят, что нет Снова блокпост Останавливают Останавливают значит на блокпосту Наверное проверяют температуру Или я не знаю, что они проверяют Дергают кого попало Могут и вас в принципе дернуть в больницу За то, что у вас будет 37 температура Или что-то наподобие Понимаете? Короче, я думаю, что бред полнейший Разрушение экономики Частично какой-то мелкий грипп ходит 99% брехни Не знаю, может быть Какой-то лично кто-то болеет И все такое Но то, что рассказывали врачи Что любая смертность На которую они выезжают Даже перелом, огнестрельное Еще что-нибудь Все это перечеркивается Пишется потенциально коронавирус Оттуда эти большие цифры Понимаете? Брехня Конкретная брехня творится И зачем это непонятно Я не утверждаю это Но это мое мнение личное Как таково коронавируса не существует Поехали Новости Новости снимают Да? Да Снимают новости Говорят, какая ситуация творится Какая ситуация творится вообще Запонял 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 Второй раз один и тот же чувак Забыл, что уже нас устанавливалось Представьте, как военное время Вот это ерунда Бетонные плиты Чтобы никто не проскочил Не дай бог Это что-то Что за бред? Как это вообще? Кто будет вообще проскакивать? Это же не война Кошмар Вот так вот сейчас всех людей загонят Страхом По домам Напугают А потом контроль тотальный Какие-нибудь чипы Нумерация Полная цифровизация Как они говорят по интернету Будет народом Все будут работать с квартир И все Опять же это Я думаю, что люди Человек не настолько Глупый Чтобы это все Схавать Ну хотя Большинство Наверное так и есть Многие уже возмущаются Выходят на улицы И говорят Ну это бред Прекрасная погода Весна Все цветет Только выходи Гуляй Отдыхай Семье С детками А нет Коронавирус Не имейте права Не дай бог Будем штрафовать Арестовывать И все наподобие Такого С Украины Маски Отправили В Испанию А сейчас Штрафуют Местный народ За то, что Нехватка масок А где маски взять Если в Испанию Пошел вагон Масок с Украины Вот так вот Все делается А попробуй Начнешь возникать Будут проблемы Все Те врачи Которые выступали Вот в Испании Тоже там Украинский врач Типа ему уже Прилетела угроза Типа Вы потеряете Свою карьеру И Лучше молчите Если не знаете Он говорит Я не утверждаю Что вируса нету Он есть Скорее всего Но не в таком масштабе Как Говорят новости Что все больницы Забиты Люди умирают пачками Бла-бла-бла Ну это же Брехня откровенная И Если люди так будут Молчать Все боятся Забиваться Так и будет В принципе Такие цифры Убедят народ И все Капец Пойдет Но будем надеяться Что нет Надеется Что через пару недель Все это Дело закончится И Народ вздохнет Выйдет на улицы И жизнь будет продолжаться Что тут Драки Дорогу сделали Эти Можно хоть Ехать нормально Но фуры все равно Едут достаточно Медленно Так что Ребята Не знаем 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 Почему Вируса И как бы Спокойно Везде Передвигаемся Ездим Аккуратно В масках Пользуем Типа Санитайзер Но Это смешно Мне кажется Что На самом деле Не все так Плачевно Так Подъезжаем Городу Болехов Это Другой Населенный Пункт Немножко Покрупнее Чем Моршин Здесь Стоит Камаз Военный Карантин Стоп Контроль Бла Бла Полиция Докторы Я думаю Что меряют Меряют Конечно же Полностью Температуру Здорово Масса Это даже Не Камаз Это новенький Масс Такой Военный И вот Пожалуйста В каждом Городе Это даже Никакие Не границы Между штатами Это просто Другой город Заехал Уже Там Раз Все Уже Что-то Посерьезнее Стоит Значит Медсестра Такая Вся Закутанная Видно С градусником Но они Уже Никого Не останавливают Они же Так Стоят Мне кажется Выборочно Конечно Смотрят Я думаю Работают Нормально Не будешь Каждую Машину Стоп Проверяют Но там Моршин Стоп Контроль Гораздо Мощнее С такими Загзагами Это прям Вообще Если кто Там пролетел Знаешь Они здесь Словы Ну Это область Да Там Львовская Область Здесь Ивано Франковская Все правильно Это не по городу Все Я Ошибся Значит Когда в область Заезжаешь Что я Тут Такие Стоп Контроли Такие дела Ребята Это то Что Сейчас У нас Вокруг В принципе Как бы Жизнь Все так же Идет Спокойно Нормально Но людей Стало меньше Понятно Все начали Носить Маски Испугались И плюс Парни Назад Вот эти Стоп Контроли Начали Все серьезно Взяли Короче Под контроль Знаю Насколько Долго Это продлится Но надеюсь Что Недолго Все Ну а мы уже дома Хотел просто Выйти в эфир Так как давно Не выходил И показать Вообще Что Как Где я Что творится Не успели Да Мы выехать С Украины Потому что Поотменяли Все собеседования Теперь ждем Пока откроется Посольство Чтобы мы могли Переназначить Лесина Новое собеседование Пройти И туда уже Можно вылетать А так было В принципе 1 мая Можно было Спокойно Вылететь Субтитры Субтитры